Все благополучно, к счастью. Будем надеяться на, скажем так, культуру и самодисциплину самарских болельщиков. И на их сознательность, как раньше принято было говорить. Ятченко, пас вперед, Корнеленко ставит корпус, идет в штрафную, пенальти. И 11-метровый удар сбивает, сбивает сейчас защитник Вергара Сергея Корнеленко. Очень ловко тут убрал от него мяч, и мощный защитник не сумел, не сумел подобрать ключи. Ногу-то он подобрал, да только не туда. По-моему, бесспорный пенальти, у меня пока не было никаких сомнений. Вот смотрите, вот убирает мяч Корнеленко, и очевидно по ноге ему бьет. От Овергара судья все видит. Вот пенальти, пенальти, и вещь пенальти практически. Из учебника. Ну что, Мало будет бить. Против него Михаил Левашов. Удар, гол! 1-0 с крылья Советов. Открывает счет в матче на 35-36 минуте. И он мало, второй его гол в сезоне, и он теперь лучший бомбардин. Ну вот так вот Корнеленко все-таки благодаря своему опыту, индивидуальному мастерству, сделал гол по большому счету. Ну и дымом каким-то там потянуло с трибуны. Видимо, вот эта самая петарда. Сказывается. И есть что отпраздновать. 1-0. Крылья Советов выходят вперед. Давайте смотреть еще раз. Вот он, 11-метровый удар. В общем, Корнеленко даже не сказать, что прям сам пытался падать. Ну, сложно было этого избежать при таком ударе по ноге. Левашов, кстати, обратите внимание, вообще не на линии стоит. Судьи могли бы проконтролировать. Хотя чаще всего закрывают на это глаза. И тут же ошибка еще одна игроков Арсенала. И Самарки продолжает атаковать. Мло. Пас. Удар. Нет, подача. Вот удар.